Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок, где мы вместе растим свои сады здоровыми, урожайными и долговечными. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как правильно ухаживать за земляникой садовой или клубникой во время цветения. Это очень важный этап в жизни каждого растения. Оно готовилось часть сезона в прошлом году, собиралось силами весной этого года. Все для того, чтобы расцвести, опылиться, завязаться и вырастить прекрасные ягоды. И это очень важный этап, в котором растениям нужна наша помощь. Какая? Во-первых, в связи с тем, что клубника у нас это очень деликатная ягода, в которой требуется особый подход, особая защита во время цветения. Мы ведь не можем применять никакие средства защиты от насекомых, от болезней, но мы можем их предупредить. Поэтому так важно именно сейчас, когда она цветет, провести профилактические меры, которые помогут сохранить и здоровье, и урожай. Во-первых, это прополка. После того, как у нас вместо красивых цветочков образуются ягоды, клубнику нужно как можно меньше трогать, ее нужно как можно меньше рыхлить, полоть, чтобы не загрязнять ягоды. Поэтому, пока она цветет, что мы первое делаем? Это прополка. Мы удаляем в междурядьях все оставшиеся сорняки, выросшие сорняки, которые тоже, почуяв тепло, полезли просто как на дрожжах из-под земли. Ведь они заберут часть питания, часть воды на себя, а не достанется клубнике. Второй важный момент. Выйдя из зимовки, часть листьев отмирает. Они выполнили свою функцию, отдали свои силы новым формирующимся листикам. Иногда они с болезнями, их обязательно нужно удалить. Ведь каждый такой листик – это рассадник инфекции, который потом перейдет и на ягодки, и на листики. Чистим от отмерших больных листьев и все удаляем. И, наконец, очень важно. Дело в том, что цветение, завязывание и созревание урожая отнимают у растений очень много сил, требуют очень много вложений. И сейчас, как никогда, важны полив и грамотная сбалансированная подкормка. Полив, особенно в условиях нашей засушливой весны, это, пожалуй, важнее всего. Без него ягода сформируется мелкая, суховатая, недостаточно сочная и качественная. А без хорошей подкормки ягода тоже, к сожалению, не достигнет нужных размеров и не будет такой вкусной и сладкой. Поэтому после того, как мы пропололи, прорыхлили между рядья, удалили все больные листики, обязательно хорошенько поливаем свои ягодники. Что значит хорошенько пролить? На один метр квадратный вашего ягодника должно приходиться 3-4 ведра воды. Вместе с поливом можно вносить и удобрения. Растворимые, допустим, я пользуюсь пуршатом, хорошо растворяется, содержит все необходимые, именно в первой половине вегетационного сезона, макро- и микроэлементы. И азот, и фосфор, и калий, и в том числе нужные для листьев магний, цинк, бор, молибден и так далее. Это то, что растениям очень необходимо сейчас. Вносим подкормку, рыхлим и защищаем. Здесь очень важный нюанс. Обратите внимание, земляника цветет. Для ее завязывания необходимо опыление, а это делают пчелы. Поэтому во время цветения никакие инсектициды применять нельзя, только биопрепараты. Что касается защиты от болезней профилактических, обращаем внимание в первую очередь тоже на биопрепараты. Если же, не дай бог, у вас на землянике появились пятнышки на листьях, появились выеденные дырочки насекомыми, берем биопрепараты. Это может быть фитоверм, это может быть матрин-био, это может быть битоксибацелин. И обрабатываем. Главное условие – температура воздуха должна быть плюс 16, плюс 18, и желательно пасмурная погода ближе к вечеру, для того, чтобы биопрепарат успел подействовать. Для того, чтобы защитить листву, именно предупредить заражение болезнями, используем биологические препараты-фунгициды типа фитоспорина. Когда мы обрабатываем листовую поверхность этим препаратом, на нем остаются бактерии, которые не дают вредным грибкам вызвать вот такие нехрасивые пятнышки. Соблюдайте вот эти нехитрые четыре правила – прополка, подкормка, полив, эмульчирование. И поверьте, ваша клубника будет выглядеть просто великолепно, а урожай заставит удивиться даже бывалых садоводов. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, выносите свои предложения, что бы вы хотели еще увидеть на нашем канале, а мы постараемся сделать это в ближайшее время. И до новых встреч на Процветке! Редактор субтитров А.Семкин